Протягиваем выпуск. Нагнетание протестных настроек, регулярные акции у поддержки антиурадовых сил Беларуси, спроба говорить с теми шматликов белорусской диаспоры. Непочутках об активности особной группы граждан нашей страны, которые устали под белочервонобелостях в Украине, ведает Александр Драгун, наместник старшинился Украинского союза белорусов, предприниматель, креативный менеджер бизнес-проектов соседних держав. Сенне по опрационных пытаниях он находится у Гомелии и выказал свое меркование по ситуации, связанной с позицией незгодных у Киеве и инших городах Украины. Что они там шукают? Свободу, демократию, макшимость выказать свое меркование – те задоволицы собистые интересы. Те, саправды, гэтые люди представляют меркование большей частки белорусской диаспоры, якая в Украине наличивает больше за четверть миллиона человек. Гэтая пытанье мы задали нашему суразмолуце. Объясняется просто вот этой всеобщей вседозволенностью, на самом деле, та, которая на сегодняшний день в Украине присутствует. Ну вот представьте, за 15 лет в Украине, или 16, или сколько там идет политический кризис, длиться там были. Разные там и левые, и правые, и красные, и белые, и зеленые, там же каких только там не было политических сил. Но никому не приходило в голову, чтобы немножко там кому-то напакостить, остановить комбинат «Запорожь-сталь». В мире я таких вот, скажем, посылов, или таких вот методов борьбы, мир не видел. Ну а то, что сегодня происходит, вы же поймите, что это даже по внутриукраинским законам, это же противозаконные действия. Ну вот заблокировать улицу напротив посольства и водить там хороводы, ну там в каком государстве там. Даже в Украине это не является нормой поведения в обществе. Просто вопрос, то, что закрываются, конечно, глаза, вопрос какой-то вседозволенности, руки не доходят, но как только эти товарищи, значит, они начнут с какими-то... А тенденция к этому, я на самом деле смотрю, есть. Я думаю, что они запросто могут, вот эти ребята наши, земляки, впутаться в какую-нибудь внутриукраинскую политическую борьбу, и тогда реакцию государства они почувствуют сразу. Беспокоит то, что часть из них потом может попасть в вот эти лагеря по подготовке военизированных каких-то формирований. Туда сейчас, мы знаем, сейчас активно приглашают белорусов, молодых, которые приехали в Киев. Где-то кто-то не нашел себе там места, где-то кто-то не нашел себе работу, кто-то где-то не нашел себе там хостел какой-то себе там, или не устроился, и он имеет все шансы попасть вот в такой лагере. Белорусы в Украине, ну, на самом деле, никогда не участвовали в политике с точки зрения вот с позиции, вот мы белорусская диаспора, и мы хотим там о чем-то заявить, какие-то политические требования в Украине. Всеукраинский союз белорусов, белорусская диаспора, никогда за всю свою историю не выдвигала в Украине никаких политических требований. Мы должны стать одной стеной против тех угроз, которые вот на сегодняшний день в мире, не только в отношении нас, но просто те угрозы, которые вот витают над нашей планетой. Вот это надо понимать.